Сегодня у нас событие. На сцене Большого театра дебют Примобылинина Большого театра. Евгения Образцова сегодня впервые блистала в партии Сельфиды в балете Сельфида. И ее великолепным партнером, который не просто украсил свежительный спектакль, как и всегда, а который помог ей создать незабываемый образ Вячеслава Лопатина. И я хочу сказать им огромное спасибо за тот праздник, который они подарили сегодняшному зрителю. Сельфида Сельфида – это создание воздушное. Отчасти это фантазия Джеймса, его романтическая мечта. Быть может, это какая-то воздушная лесная фея. Мистическое существо, такая дева воздуха, которая приходит к Джеймсу. Она на самом деле коварное существо, которое соблазняет его, расстраивает его свадьбу. Роль Сельфида – это совокупность очень многих вещей. Это техника низа ног, стоп, прыжка, это техника рук, они должны оставаться воздушными. В Сельфиде очень важны руки. И, конечно, образ. Нужно отбросить все человеческое, что присуще. Даже обаяние, улыбка, которыми обладает Сельфида, они мистические, нереальные. И вот эта совокупность этих вещей, наверное, помогает создать этот образ. Очень непростой на самом деле. Когда я впервые училась Сельфиду, мой педагог Ниналья Александровна Кургаткина объясняла мне, что руки Сельфиды – это очень мягкие руки с кистью наверх. То есть ее положение кисть наверху. И она рассказывала мне, что когда Сельфида счастлива и находится в привычной для себя обстановке, например, в лесу, ее кисточка вот так вот поднята. А когда она грустит, например, о том, что Джеймс женится, ее кисточка опущена, потому что она показывает тем самым, что она печалена этим событием. Но вообще руки у Сельфида очень мягкие, и они как воздух. Они должны соответствовать движению воздуха, дуновению ветра. Сельфида 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 Лакота, которая совсем является другим спектаклем, непохожим на другую музыку, другая хореография. А вот эта версия – это версия Коборга. Мне показалось, что в версии Йохана Коборга Сельфида освобождена. Она имеет больше свободы в положениях рук, она еще более воздушная, еще более полетная. Нет каких-то рамок, в которые она должна поместиться, как, например, вот в версии фон Розен. Ну вот, они были такие более статичные, они были мягкие, но более статичные, она чаще принимала какие-то позы, как такие вот статуэточные, что ли, как бы, как фарфоровая статуэтка замирала в каких-то красивых легких позах. А эта Сельфида более парящая, она практически не замирает никогда, она всегда находится в полете, в каком-то движении, в дыхании. КОНЕЦ Партнер у меня был замечательный сегодня, Слава Лопатин. Мы вместе танцевали в первый раз. И он, конечно, безумно мне помогал. У него замечательное чувство юмора. Мы с ним очень легко работали. И танцевать с ним было так же легко, как репетировать. Спектакль получился действительно великолепным. Было невероятно музыкально, было очень трогательно. Ты была действительно неповторимой, незабываемой девой воздуха, за которой действительно можно было прям со свадьбы убежать в лес. И не в такой дремучий, а в этот сказочный, волшебный, красивый и неповторимый благодаря присутствию именно Евгения Образцова. Дорогие мои звезды Большого театра, я вас поздравляю. Это только начало. И я желаю тебе как можно больше и больше хороших, красивых премьер. Поздравляю. Спасибо большое, Сергей Юрьевич.